Пасха – это великий и чудодейственный праздник. С давних времен люди верили, что в пасхальную неделю можно изменить судьбу в лучшую сторону. Как готовиться к великому празднику, обрести здоровье, красоту и удачу, узнаем у моей коллеги Любови Пермяковой. Страстная неделя – это последняя неделя Великого Поста, когда верующие усиленно готовятся к Пасхе не только молитвой, но и очищением мысли от дурного. Готовятся к великой радости. Для этого в понедельник начинали большую приборку дома. Во вторник закупали продукты для Пасхи. Женщины готовили лечебные настои. В среду нужно тщательно вымыть, выскоблить полы, выбить ковры. В Великий Четверг в первый раз стригли волосы годовалому ребенку, а девушкам кончики коз, чтобы росли длиннее и гуще. В Великий Четверг традиционно называют чистым, причем не только потому, что в этот день каждый православный человек стремится очиститься духовно, причаститься, принять таинство. В Чистый Четверг мылись в бане или обливались водой. И при этом приговаривали. Все, что на меня напустили, все, чем душа и тело мается, все чистым Четвергом смывается. А потом все тщательно убирали в доме, все мыли и чистили. А от нечисти и злых духов окуривали дом дымом оживельника. Начиная с Чистого Четверга раскрашивали и расписывали яйца. А по древней традиции расписные яйца укладывали в проросшую зелень овса или пшеницы. С утра в Четверг начинали печь куличи, бабы, мелкие изделия из пшеничной муки с изображением крестиков, барашков, голубков, жаворонков, а также медовые пряники. Вечером готовили Пасху. В Четверг следовало пересчитать деньги, причем трижды. И весь год вы будете богатыми. Начиная с Великого Четверга вплоть до самой Пасхи запрещалось брать в руки веник. А пятницу все дела спорятся, и ангелы в этом помогают. Продолжали печь куличи и готовиться к празднику. В субботу несли в церковь освящать крашеные яйца, куличи, пасхи и другие изделия. И перед тем, как в пасхальную ночь идти на службу, оставляли на столе угощение, чтобы потом можно было разговеться. В воскресенье Христова – удивительный и чудотворный праздник. Считалось, кто в этот день первым увидит восход солнца, то весь год будет счастливым. А незамужние девушки во время службы приговаривали – в воскресенье Христова пошли мне жениха холостого. И жених обязательно являлся. А чтобы не знать нужды, раньше подавали милостыню. Ну а теперь вполне оправданно оказать спонсорскую помощь благотворительным организациям. На Пасху птиц кормили крошками кулича и выпускали на волю. Именно они передавали желание Всевышнему. Считалось, что перезвон колоколов в день Христова воскресенья наделен по-настоящему волшебными силами. Ударив в колокол, верующие люди просили хорошего урожая, мира и лада в семье, а девушки – красивого и богатого жениха. Если человек говорил свою просьбу от чистого сердца, то она обязательно сбывалась. Услышав звон колокола, люди крестились и трижды приговаривали. Христос воскрес, о моей семье здоровье, моему дому богатство, моему полю урожай. И поздравляли всех со светлой Пасхой. Любовь Пермякова, Владислав Носкин, Телеканал Север.